Доброе утро, Николай Николаевич! Здравствуйте! 862 год. Половское княжество. Истоки белорусской государственности. Это княжество в многие годы являлось одним из сильнейших. Вместе с Киевским княжеством, Новгородским княжеством мы установили памятник от начала белорусской государственности. Это ладья, которая плывет по волнам Двины в будущее, уже много веков. И здесь, на этом памятнике, находятся все самые главные символы нашего государства. И здесь, после Киева и Новгорода, появляется Софийский собор по образу собора Константинопольского. Судьба этого собора многострадальная, но он все равно стоит, как символ нашего государства. Да, повидал виды, был когда-то разрушен, все равно восстановлен. В прошлом году провели реставрацию. На сегодняшний день это вот здесь концертный зал, установлен орган. Здесь проходят международные конкурсы. Полоцк – это еще и центр духовности. Богатейшее наследие просветительской деятельности в России не Полоцкой. В 12 лет дочь князя отказывается от династильного брака и приходит в монастырь. Паломники сегодня со всего мира, с Прибалтики, с Польши, с России. То, что здесь человек подзаряжается духовно. И вот эта сила, и в России не Полоцкой, божественная сила, она до сих пор служит на благо людям. Представляете, это единственная святая, которая канонизирована двумя церквями. И сегодня едут паломники, как католики, так и православные едут сюда, увидеть ее храм, прикоснуться к ее мощам. И на сегодня это единственный храм в Беларуси, где сохранились фрески 12 века. Более 10 лет ученые, и не только наши, но и российские, работают с фресками. Сделаны копии фресок, которые хранятся сегодня вот в наших музеях Полоцка. Монастыр насчитывает около сотни насельниц. Это здесь сегодня они и пишут иконы, своя иконописная мастерская есть, и изготавливают свечи, и занимаются послушанием всеми работами, и которые молятся с утра до ночи за нас с вами. У нас есть памятник Франциска Скорины, музей белорусского книгопечатания, где печатные станки времен Скорины. У нас проводится сегодня каждый год детские Скориновские чтения, или детский день письменности, памяти Франциска Скорины. 1958 год, рождение завода Полоцкое стекловолокно. И сегодня это один из ведущих мировых производителей, как раз таки стекловолокно. Охватывает практически все континенты и поставляет продукты для практически всех отраслей. Это градообразующее предприятие нашего города. Здесь работают 4000 рабочих. Практически здесь очень много семейных династий и высокий уровень заработной платы. 46% в объемах промышленного производства города занимает завод стекловолокно. Сколько идет на экспорт? Практически 90%, 95% идет сегодня на экспорт. То есть, покупая известный автомобиль, допустим, немецкой марки, ты понимаешь, что там белорусская теплоизоляция? И не только автомобили, но и самолетостроение используется, и в кораблестроении, и в космической отрасли. Это самое крупное предприятие в районе? Да, это одно из крупнейших предприятий нашего региона. Крупнее только завод «Нафтан» в городе Новополоцке. Добрый день. Здравствуйте. Первый нефтеперерабатывающий завод страны. Как раз-таки на месте строительства завода появился в 1958 году поселок, который стал в 1963 году городом Новополоцк. На левом берегу Западной Двины выселился трудовой десант комсомольцы со всего необъятного Советского Союза, которые приступили к возведению промышленных мощностей будущего нефтегиганта. И буквально через пять лет в голом поле эти строители, химики выпустили уже первый белорусский бензин. А еще через пять лет первый белорусский полиэтилен. А сегодня это город Новополоцк с населением? С населением 108 тысяч населения. Для работы в новых условиях нефтеперерабатывающие заводы Белоруссия стараются спешно ускорить модернизацию своих мощностей. Как дела обстоят здесь? Нефтепереработка и нефтехимия – это такие отрасли экономики, которые требуют постоянной модернизации, постоянного внедрения самых современных технологий. В прошлом году была введена установка АТ-8, которая позволит увеличить объемы переработки нефти, существенно сэкономить затраты на переработку. Основным проектом в рамках модернизации, конечно, это строительство, установки замедленного коксывания. Сейчас мы имеем глубину переработки в районе 75%, модернизация приведет к переработке в 90%. Это позволит нам выйти на мировой уровень. Новополодск – один из самых молодых городов. Скоро планируют отметить юбилей, пусть небольшой, но все-таки. И, конечно, 2018 год – это особый год для вашего города. Вы имеете культурную столицу. Запланировали очень много мероприятий, порядка 250. От выставок, коллекций, концертов, выступлений до международных конкурсов и фестивалей. Надо сказать, свою нишу вы залили в спортивную сферу страны, потому что у вас уже свои олимпийские чемпионы. Вообще у нас культивируется свыше 40 видов спорта в наших спортивных юношеских школах. Уже уровень такого спортивного мастерства наши ребята достигают, конечно, в Новополском училище Олимпийского резерва. В этот год Ирина Кривко, воспитанница нашего Новополского училища Олимпийского резерва, принесла нам золото. И плюс к этому также новополчанка Светлана Соконенко принесла три золотых медали на паралимпийских игр, которые проходили в Южной Корее. Субтитры создавал DimaTorzok